Добрый вечер. День, вечер. Я уже не пойму, что. Вот. Ну, давно не было меня, но дела были. Очень много дел было. Ну, в первую очередь хочу всех поздравить с наступающим праздником. 9 мая. Это большой праздник для всех россиян. Поскольку мы отстояли наши деды и отцы, мой отец воевал. С 42-го года по 49-й. Вот. И отстояли нашу землю, российскую, русскую землю. Вот. А сейчас недобитые нацисты опять хотят, так сказать, уничтожить Россию. Вот. Поэтому это очень большой праздник. Я всех поздравляю, желаю здоровья, успехов, радости. И чтобы Россия была всегда, несмотря на, так сказать, тех врагов, которые пытаются ее уничтожить. Вот. Ну, сегодня немножко с вами хотел поговорить на тему энергии. Про энергии. Энергии сейчас очень важная тема. И на тему эфира. Именно эфира. Эфирных энергий. А почему? Потому что эфирная энергия, она напрямую связана с физическим телом. И если у вас слабый эфир, слабая эфирная энергия, то и ваше физическое тело будет слабое. То есть физическое тело и эфир, они имеют непосредственную связь. То есть сильное эфир и физическое тело, оно, так сказать, дает возможность быть сильному эфирному телу. И сильное эфирное тело, то это возможность быть сильному физическому телу. Но в городах понятно эфира немного, поскольку эфир основной находится в лесах, в полях, вне города, потому что основные источники эфира это деревья. Деревья очень мощно продуцируют эфир, они забирают вот эту особую энергию земли, вот этот эфир земли, он самый сильный считается, и направляет его вверх. Поэтому когда вы в лесу гуляете, подпитываетесь от деревьев, от кустарников, вы как раз набираете эту эфирную энергию. Но эфирную энергию можно набирать не только пассивным способом гуляя среди деревьев, но и активным способом. Для этого, так сказать, скажем, те же индийцы, индийская традиция разработали техники пранаямы, дыхательной техники. То есть прана, прана, на самом деле, это тот же эфир, который, в общем, можно, так сказать, искусственно накачивать внутрь тела. И поэтому разработаны различными индусами упражнения дыхательные, с помощью которых этот эфир поглощается более интенсивно из окружающей среды, нежели естественным путем, когда мы дышим. Просто когда мы дышим, мы потребляем только 20% вдыхаемого кислорода, вместе с которым эфир мы вдыхаем, да, остальное все выбрасывается обратно. Поэтому у йогов предполагается в дыхательных практиках различные задержки, различные ритмы дыхательные, которые позволяют вот этот эфир впитать в тело. Вот. То есть это очень, на самом деле, интересный момент. Еще один момент хочу подметить. То есть мы сегодня не будем говорить про практики, я про них уже рассказывал неоднократно в своих клипах. А я расскажу вам, что физическое тело, оно, как известно, где-то на 75-80% состоит из воды. А вода как раз является вот этим, так сказать, элементом, который очень хорошо с эфиром взаимодействует. Поэтому если у вас в физическом теле мало воды, то есть вы мало как бы пьете, тогда ваш эфир менее будет впитываться в физическое тело, и клетки будут меньше наполняться вот этой эфирной энергией. Поэтому опять обращаю внимание, что в Индии очень большое внимание уделяют воде и потреблению воды, не потому что там жарко, да, вот, скажем, в Африке тоже жарко, но там как-то с водой-то в этом плане по-другому немножко. А в Индии внимание очень большое обращают именно потому, что вот этот секрет вода и эфир, они очень тесно связаны. Поэтому, скажем, потребление воды – это очень важно. Вот, и вода – это должна именно быть хорошей, чтобы проникать в клетки. Тогда клетки правильно функционируют, и клетки начинают поглощать эту эфирную энергию. То есть они взаимодействуют с эфирной энергией. Ну, на самом деле здесь, так сказать, само взаимодействие очень интересно, эфирной энергии. Почему? Потому что, ну, я вам приведу пример очень простой, да, если мы берем гвоздь и ударяем по нему, так сказать, ну, каким-то другим предметом, гвоздь начинает издавать некоторый звук. Да, но вместе со звуком этот гвоздь еще и излучает электромагнитное поле. Ну, вот такие вещи происходят. То есть любые звуковые движения в среде, они сопровождаются электромагнитным полем. Вот, и на самом деле движение физического тела, оно тоже как бы вызывает некоторые колебания электромагнитного поля, а эфир в своей сути имеет электромагнитную природу, то есть начинается взаимодействие с эфиром, и тело начинает энергообмен именно с эфирными энергиями. То есть отсюда какой вывод? Что нужно больше двигаться, да, то есть движение, как говорят, движение жизнь, то есть не только дыхание, но и движение. Если у вас все мышцы работают, если все клетки двигаются, тогда вы более интенсивно получаете эфир. Почему люди так себя хорошо чувствуют после массажа, такого не тяжелого массажа, а такого легкого массажа, который активизирует вот эти все клетки, вот это движение воды между клетками, и таким образом потребление эфира идет более эффективно, да, то есть взаимодействие клеток. Это продлевает, естественно, жизнь, человек себя лучше чувствует, то есть вот эти моменты очень важны. То есть смотрите, какие мы делаем выводы в конце, чтобы я вам напомнил, да, еще раз. Нахождение в местах, где много эфира, пассивный эфир, да, получаем второе, дыхательные практики, и третье движение, обязательно и вода, и количество воды, потребляемое в день, да. Вот эти вот четыре фактора, они благотворно действуют на эфирно-физический обмен, то есть физический обмен с эфирной энергией, и помогает вам, так сказать, не болеть, быть энергичным и быть долгожителями. Берите это на вооружение, ну что, успеха вам!